Так, слушаю, дорогой брат. Да. Отче. Всех с Рождеством поздравляю. Спасибо. Значит, вот сейчас об адвентистах, да, очень-очень так ярко было и доказано. Вот вчера, значит, здесь о трёх шестёрках, так, число зверя и там печать Антихриста. Ну, сейчас вот и у нас появилось такие учения, что уже Антихрист пришёл, что столько там зла и что там и правительство, и куда это, да. Вот какие вот эти лжеучения, вот сейчас такие актуальные, и вот что они, значит, ещё не пришёл Антихрист. Вот как правильно было тогда сказано и доказано. Вот именно в чём они ошибаются, вот сейчас вот современные такие, так называемые, толкователи. Потому что искренне не верят в главное чудо. Вот как только Христос воскрес, сразу же всюду все банки открылись деньги заплатить, сказать, что его украли. Вы это знаете, написано. Теперь проходит ещё столетие, в это время сатана говорит, а он не умирал. Тогда нельзя было не сказать так, что он не умирал, потому что все видели. А теперь нет, у вас это всё неправильно написано. Сколько раз переписывали, изменяли, добавляли, то есть чисто сатанинские нападки. А он не воскрес. Вот главное что. А если он воскрес, это значит о том, что написано. Иду, говорит, и пошлю Духа Святого, который обречит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе не семь смертных грехов, а один. Что не верует в меня. Вот как веровать в него по Евангелию, что он умер за мои грехи. Что кровью его очищает меня. Если это нет, и он обещал, какие будут признаки, он придёт. Всё остальное сгинуло, как будто никогда не было. Я верю, что он дал Духа Святого. Дух Святой вразумляет. 666 он вскрыл, разгадывать не надо. Святые отцы говорят не для того дано, чтобы мы гадали, а чтобы когда исполнится, мы поняли, это было предсказано. А не так, чтобы заранее узнать, и мы-то до Антихриста, мы в другое место пойдём. Это всё обман. Не веря в Слово Божие. Не веря в то, что князь мира осужден. И о правде, что идёт к Отцу. То есть он вознёсся на небо. Вот это стоит принять. Поверить в Слово Божие раньше времени разгадывать не надо. И 666 меня не касается. А люди боятся шестёрки, боятся тринадцать. Это чёртова дюжина. Вот в Англии, говорят, тринадцатого этажа нет. Двенадцатый, сразу четырнадцать. Та же квартиры. Страница 666 и начинает бунтовать. Не надо это делать. Мы не знаем. Господь скрыл. А чего в Библии нет, о том не рассуждаем, говорит Анзатаус. И всё кончилось. Эта тема закрытая, Богом закрытая. И зачем её распечатывать? Он ключи не дал. Так что отец здесь один. Разговарив с ними, нечего и сказать. Слово Божие закрыто в данном месте. И дано для того, чтобы когда исполнится, тогда узнать, что было предсказано. А не для разгадывания. Всё кончилось. Да. Да. Ну, значит, вот эти места, да, всё понятно. Просто у нас появилась секта, и она уже не один год так работает. Вот поэтому задал твой вопрос. Ну, ещё. Так, я скажу на это, отец, ереси были всякие разные. О том, что не признают Христа за Бога, Арий. Он был, а теперь опять везде свидетели Егова называются. Были люди, которые держали за субботу, адвентисты седьмого дня, за закон к ним, послание к галатам. Это всё было под небом. И надо спокойно принимать это. Почему дьявол сеет, плевелы всходят, сказано, отставьте расти. Они говорят, на меня не действуют, на тебя не действуют. Действуют на тех, которые не покорились принятию Христа, как воскресшего из мёртвых, взявшего грехи мира на себя. И грядущие вновь. А их ничего не сделаешь. И ретика после первого-второго времени, отвращаясь, 3.10, послание к титул. Всё, тема закрыта. Да. Ну, слава Господу, да, примем сведения и скажем истину. Знаешь, отец, вот у меня сейчас Рождество, ну, у нас так торжественно это праздновалось. Мы даже сделали орело, значит, уже с молодёжью, с детьми. Вся церковь вышла по всему району, прогулялась, ну, с песнопением. Там, значит, такой праздник был. У нас традиция была на Рождество, да, всегда после, ну, уже когда мы ночью служили где-то, потом днём, вышли вот всей церковью. Ну, было так торжественно. Ну, как бы свидетельствовали, свидетельствовали, что здесь церковь работает. Здесь им раздавали календари здесь, ну, значит, как праздник. И народ так нас очень, ну, встречал, что церковь здесь живая. Ну, я вот вспоминал тебя, твоё свидетельство, как твоя жизнь изменилась, когда ты узнал о Христе. Вот так вот, ну, расскажи об этом здесь, когда, вот как ты это принял, и как у тебя, значит, изменилась жизнь. Значит, ты один человек, а вы сейчас другим человеком. Ну, дело такое, я отвечаю на вопрос, вопрос закончился. Дело в том, что прошли годы, я всё время на этом останавливаюсь. У нас семья была, 10 ребятишек, 10. Но то, что у меня в детстве было, ни у кого не было этого. Кто-то позже уверовал, кто-то как-то. У меня где-то 4 года, я себя помню, у меня было желание скрыться, тайно с Богом молиться. И поэтому, будучи начальником, директором детского лагеря, 45 лет, я наблюдал всегда, есть ли такие дети сегодня. Ну, они, чтобы пробудить месяц, уезжают, но я намётки редко-редко, но делал какие-то. Как? Если человек не избран, ему ничего не докажешь. Он головой крутит, нет, он тут же забывает неизбрание. Это от нас не зависит. А зависит, если мы это узнали, Господь даёт откровение. Я всё время искал, где про Бога сказано. Книг не было, ничего не знал. Если я посмотрел фильм «Отверженный Викторой Гуго», это постановка французов и итальянцев, вместе построили они, или там немцы. В армии, сколько там нас привели, весь кинотеатр, никому не надо это было. Да, они скучно. А я увидел, он говорит, спасти не жизнь, но душу. Я иду, во мне всё трепещет. Где? Жан Бальжан, там играет Жан Габен. Никому дела нет. А у меня всё внутри трепещет. Я прочитал несколько раз снова «Отверженный Викторой Гуго». Сходил ещё фильм, посмотрел. И теперь атеистическую литературу покупаю. Мелкие там брошюрки были-то. А бывает, с двух сторон напечатано. С одной бывает божественная, и именно напротив её другое. Если я эту вырежу, там не видно. Потом беру два экземпляра, вырезаю, составляю отдельно у меня, как книжка. Я не знаю, что эти цифры какие-то стоят, главы стихи. Я никогда никого не встречал, кто бы так искал это. Я всё время прислушивался, что мне Бог скажет. Теперь заново всё перемолачивать, когда пришлось, всё встало на место. И поэтому говорят обычно, ну, раз ты обратился, значит, болел. Тебе помогли. Тебе мозги-то окрутили тут. Или бывает, ты где-то потерялся, жить не на что было. У меня всё было. Я моряк. В моряке проверяют там много раз. Здоровье должно быть стопроцентное. Деньги всегда при себе. Тем более я учусь в высшем мореходном училище. А на душе пустота. Я людям говорю о Боге, что Он есть и будет суд. Больше я не знал ничего. И когда Евангелие в руки мне дали, Новый Завет, через полчаса моя жизнь полностью вся изменилась. Это были пятидесятники в доме у них. Я ни шагу не шагнул к пятидесятникам ни разу. Но когда сказали, что верить надо тому, что написано, а я занимался языками. Разные языки изучал самостоятельно. Когда после этого мне сказали в Грузию ехать, я тоже в Москве пошёл покупать учебники, чтобы по-грузински разговаривать. В Латвию приехал, ещё еду дорогу, уже купил. Три с половиной месяца я уже разговариваю. Немецкий язык за шесть месяцев. А английский за четыре месяца. И Бог на этом меня поймал. У меня интересные были замыслы. Я его выучусь в институт иностранных языков, там министерство, и за границей уйду. Мне не нравится здесь. А Господь сказал, на этом тебя и поймаю. Я был очень, любил то, что отец рассказывал. Я вырасту, я им отомщу коммунистам. Террористом хотел быть. Поэтому везде в бокс. Тогда не было для других борьба. Стрельба там, это всё изучал. С одной рукой мог любого воробья снять на ходу. Бог заранее готовил, любил бабушек. Я никого больше не встречал, чтобы так любили. Денег нет, одна только стипендия. Я всё равно где-то заработаю деньги, а бабушкам подам. И вот на этом меня Бог поймал. Сошёл на берег бабушка с узелками. Я бросился помогать. Спросил про веру, она показала. И там как раз люди, которые пятидесятники, на разных языках голосовали. Всё сошлось у меня один к одному, сто процентов. Как облигация какая. Это Бог делает так. И поэтому передать опыт я не могу. Ну человек, вот бабушка ходила, я с ней ходил в церковь, там пришёл. Я даже знаю, здесь вот много лет уже люди знакомы, а человек с места не двигается. А который избран Богом, он сразу возревнует. Его даже видно где-то. А другой всё время подкапывается где-то. Вот там не так. Он не в Библию смотрит. Мне говорят, а сколько времени уходило на Библию? В среднем 10 часов примерно. 10 часов. Если бы кто-то тогда имел снимать, как сейчас вот, видеоаппараты, а то такой бы фильм был. Я не дождусь воскресенья. Первое, с чего я попросил у Бога, Господи, мне не дали работать на море. Я сошёл, у меня строительная специальность. Дай мне такую работу, чтобы я не думал, а мог размышлять о Боге, молиться, петь, чтобы никто не видел. Я буду работать. Встал, полы настилаю, двери вставляю, а внутри у меня. Поэтому я запоминал пакетами, страницами. Бог дал мне разумение и память. Я в субботу ушёл, в пятницу. А в субботу я дошёл, там как лес, ну как сказать, почти тайга. И там вниз так вот распадок идёт. И я там спрятался и Библию считаю. И вот вечер я залез, сплёл из веток гнездо, обнял дерево, не знаю, привязался или как. Утром проснулся, туман, и я на берёзе, как шимпанзе. Ну картина-то какая, почему? Я не хотел возвращаться к людям. Я там просижу ещё день. Без еды со мной Господь. Я не могу опыт передать. Это не передаётся. Я вот сказал, ну кто это будет делать? Как он будет делать? Мне никто не говорил. У меня внутри всё время вот это пламя горело, как говорит об этом Иеремия. Внутри меня, как в костях моих. Я родным, близким, написал друзьям везде. Наверное, чемодан переписанных писем был только. И переписывал Новый Завет. Кому прийти, те пришли. Как сейчас пишут, тысячи людей пришли в православие благодаря моей проповеди и беседе с сектантами. Я их не считал. Но могу сказать, это чудо. Чудо. Как я думал, кого-то преследовать, меня будут преследовать. У меня ни одного нет, кто бы сидел за Слово Божие. За Слово Божие. И что вот, я рассказываю, Глеб Якунин был, Зоя Крахмарникова, ладно уже, Саша Огородников. Люди, которые сидели. Отец Дмитрий Дудко ни у кого в тюрьме, в лагере не было, как у меня. Как передать? Вот я хочу курсы провести. Тебя могут сегодня арестовать. Привозят только. Тебя. То есть дальше они пустят в камеру. Тебя проверять будут. Мыть, чтобы ты других не заразил. И вот теперь я захожу в камеру. Камера на 25 человек, а их 75. Я еще ничего не знаю, кто там. Я только дверь открыл, а там ничего не видать. Только так вот туман идет. Курят все. Я зашел, перекрестился. Мир дома всему. Зашемелилось. А такое там бал вылазит, там 20 лишних метров, может. Уже шесть раз сидит. Ты откуда, дед такой? Из Барнаула. А какая статья? 190 прим у Караса Пасар. Что, мента грохнул? Нет, это 190. Это прим. Апостров вверху. А что это за статья? Политическая. Я уверовал в Господа. И вечером уже 75 человек. Они знают, что у меня с собой новый завет. Будем говорить. Нашли, кто не курит. Тщательно вымыть руки. Двери открыты. Охранники с двух этажей. Все замерло. Два часа никто не закурит. Я уже владею камерой и тюрьмой. Этого нельзя сделать. Это только Дух Святой может сделать так. Обращается человек. Мы вместе пали на землю, молимся. Нас вышибли сразу в другой подвал. Я с кем не разговариваю. Люди не слыхали такого. А почему так? Начальник тюрьмы. Полковник. Меня вызывает раз за разом. Родной мой, ты мне расскажи вот это. Родной мой, расскажи. И умер по-христиански. Потом я узнал. Вот как. Следователь, который меня допрашивал. Который вел дела. Вот. Крещение принял с полным погружением. Это Бог делает. Это благодать Божия. Когда я рассказываю, я беру 2.18 посланий к Якову. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу из дел моих. Город не может на вершине горы укрыться. А вы рассказываете. Меня попросили, я рассказываю. Подражать можно. Подражайте мне, как я Христу Павел говорил. И подражайте тем, в ком видите этот образ. А если подражать или есть. Если здесь, вот сейчас я вижу все. Сколько человек. Сколько они услышали. Люби Бога. Люби молитву. Вот такое сообщество интернетное. Чтобы через 2 часа молитва была. Утром. И вопросы решались. И занятия идут. Я не слышал и не знаю. Нигде. Есть такое или нет. А если обычно так собрались. Там, говорится, погоготали, разошлись. Вот, отец, мой короткий ответ. Да. Ну. Слава. Слава тебе, Господи. Ну, у меня вот я. Ты мне свидетельствовал. Видишь, у тебя это с детства было. Ты был приучен труду здесь. Ну, вот я себя. Ну, как-то тоже ветеранки начал ставить. Я о Христе узнал. Мне было около 30 лет. И, значит, как-то мы едем там на эскурсию в монастырь. И вот человек здесь так смотрит на меня, улыбается. Я говорю, кто ты такой? Говорит, да. Говорит, я христианин. И он, значит, Евангелие, эти цитаты наизусть знал. И он мне сказал, говорит, на ум, говорит, я Христос любит. Да. Я удивился. Ну, мы такие веселые там, погуляли хорошо. Да. Понимаю? Да. И вот в чем здесь. Вот ты дай нам совет. Я уже прошел, говорится, Крым и Рим. Вот как, ну, вот в таком уже положении. Стать, ну, я встал, да. Но чтобы ни направо, ни налево за Христом идти прямо. Дай нам совет. Наверное, таких много. Вот многие взрослые приходят. На месте страх Божий. Если я не буду делать так, я погибший. Господь для меня все сделал и все открыл. У меня перед глазами эта картина развернулась, когда я уверовал. Вот там-то он меня, Господь, касался, я не ответил. А там-то вот так-то было. Вплотную я подошел уже и опять не обратился. Наступил час, когда все позади осталось. И остался один Христос. Вот как передать это? Я ему рассказываю, как. Так, каждому слову говори, никогда не спорь. Спорит, у меня есть один афоризм такой, его в интернете пользуется. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, тот возвещает истину. И поэтому я никогда не спорю. Я ему сказал и попятился. Твое дело. Теперь я молюсь. Готовиться надо. А если я не так, а если я не угодил, бегут многие, получают один награду. Господи, да прости меня. Помилуй меня. И поэтому меня касается самое маленькое добро где-то. Я его человека найду на краю света и отблагодарю. Очень страшный грех – это неблагодарность. Неблагодарность. Я раньше этого даже не знал, но опытом жизнью узнал. И поэтому, когда были миссионерские поездки, я постарался найти всех, кто что-то для меня сделал. Однажды мы шли пешком, работали в горах и не могли дойти. Снег был, и мы ползли. Ползли по снегу. Видим дома, а идти не можем. И женщина несла в помоях что-то свиньям видать. И видно кусочки хлеба плавают. Я прошептал, да, и она не дала. А соседи увидели, нас подобрали. И за столом мы так и заснули. Теперь проходит 30 лет, 40 лет. Я ищу, еду туда, в миссионерской поездке. Найти этих людей – это благодарить. Кто и когда помог. Это сильно подогревает душу и тех людей трогает. Вот так. Ну, я три пункта записал. Значит, страх Божий, никогда не спорим и быть благодарным. Да, да. Это начало. Да. Это надо увеличивать все время, всегда. Помните благодарностные молитвы приносить к престолу благодати. Это Бог сделал. Моя встреча могла быть не здесь. В этот день наш корабль мог не подойти к этому городу. Стояли на рейде. Я мог не пойти смотреть кино. Все сошлось один к одному. А внутри пылал огонь. И не было. Любовь к Богу. Это Бог, который меня будет казнить. Я не делал, что люди делают. Мне 83 года ни одного мата еще не сказал. Мама сказала, танцевать нельзя, пионер выступать, комсомол. Вот это я знал. Сохранил меня от женщин. Сохранил. Но я знал, что если я умру, я буду в аду. Меня никто не мог. Я живу как... Жить надо, как монах. А внутри меня, ну все, говорит, я грешник. Я погибший грешник. Бесповоротно погибший. Хотя я каждый день плачу и молюсь. Вот как. Я с первого же дня узнал, что Павел, говорит, я со слезами учил вас. А в это время у меня все горит. Какие слезы. Здоровье 100% так. И в этот же вечер коснулось, что мне подарили Библию. Я воткнулся в коридоре в одежду. И весь вечер проплакал. Часами. Это дар Божий. Слезы. Просить надо. Ну, слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец. Я благодарю тебя, что ты вот и учитель, отец, наставляешь вере и благочестию. И меня, и вот всю братию. Храни тебя, Господь. Ну, конечно, ты самородок. Вундеркинт. Здесь благодать Божия. Вот с тобой храни тебя, Господь. Да. И мне нужна большая помощь всегда. Потому что на народе новые люди все время приходят. Я чувствую, как, ну, надо больше времени на молитве проводить. Ночью. Хорошо, Господь поднимает там где-то второй час ночи. Дает еще пока возможность. Ну, уже чувствую, что не те ноги. С трудом шагаю. Да. Все, да. Ну, все. Ну, спаси, Христос, за вопросы. Как ты ко мне приехал в первый раз? Как твою душу, Господь, коснулся? Когда мы шли с дорогой, что я тебе говорил? А потом, как мы искали, где полное погружение, в переделки на даче писателей под Москвою. И как я тебя принял из купели. Это все чудо Божье было. Да. Да, ну. Да. Ну, и. Да, о тебе помнят. Я вот когда говорю, вот здесь и даже сайт говорю, зайдите. Это, значит, народ. Так, уже забыл, да? Тоже даем записочку. Да. И у нас тоже есть уже твои ученики. Ну, по мере сил мы общаемся. Как, отец, мы были у вашего патриарха Ильи Второго? Во. Да, это фото есть, фото есть. Ты мне, если есть, пришли мне это фото. Надо посмотреть, как найдешь. У него уже много изымали, многое сожгли. Он. Да, ну да. И видишь, он принял нас. Да. Да, главное, вышли на балкон, сфотографировались. Да. И благословил. Благословил. Знаешь, у него, он уже в немощи такой здесь, но у него мудрость есть. И вот его советы, здесь его, значит, многие прислушиваются к нему. Вот здесь там у нас политическая обстановка, да. Но он всегда вот о Христе, к Христу призывается. Спасибо, Христо, что зашел. Мы тебя помним каждый день и молимся, когда о массейнерских путешествиях, вспоминаем, где нас принимали. Ты первый, потом сразу в Германию, вспоминаем, где это было. И в Азербайджане, в доме мулы мусульман. Самира, дочь. Вот так. Ну, все. Да. Ты просто удивительно там взял, когда мы приезжали. Вы не знали, когда мы приедем. А мы приехали, только зашли, уезжать надо. И все с узелками там, лепешки эти, лаваши несут, помидоры. Где они? Купили? Я всегда удивлялся. Это твоя паства такая вообще. Да. Ну, у нас, значит, когда мы открыли вот этот молитвенный дом сначала, сейчас уже храм большой, значит, здесь, пенсионеры здесь пришли, здесь, и как они начали читать, приобрели Евангелие, просто там Акафис, и молитвы только читали. Как узнали о Христе, ну, у нас как бы семья уже получилась. Ну, благодарю. Аллилуйя. Так, вопросов нет, а то я отхожу. Все, отошел. Хорошо. Спасибо. Продолжение следует...